С вами канал Учебник Вслух. История России, 6 класс. Тема урока – распад Золотой Орды и его последствия. Разгром Тимуром Золотой Орды. В то время как московские князья собирали под свою руку земли Северо-Восточной Руси, во владениях потомков Чингисхана бушевали усобицы. Тимур, Тамерлан, ставший во второй половине XIV века правителем города Самарканда в Средней Азии, хоть и не являлся потомком Чингисхана, решил выполнить его заветы и задумал завоевать весь мир. Он создал войско, состоявшее из профессиональных, прекрасно обученных воинов, которым платил щедрое жалование. Для того, чтобы стать воином Тимура, необходимо было пройти целый ряд испытаний. Например, на всем скаку снять копьем кольцо, которое проверявший держал между двумя пальцами. В 1395 году Тимур победил хана Тахтамыша и опустошил земли и города Золотой Орды. От этого удара Золотая Орда никогда окончательно не оправилась. Затем армия Тимура двинулась на Русь. На окраине Рязанской земли был осажден небольшой город Елец. Он оказал отчаянное сопротивление, но в конце концов пал. Тимур был намерен идти дальше, на Рязань и Москву. Но в его державе покоренные народы подняли восстание. Завоеватель был вынужден изменить свои планы и повернул назад. На Руси избавление от страшного нашествия связались чудотворным воздействием иконы Богоматери Владимирской. Ее тогда привезли из Владимира в Москву и несли впереди полков, выступавших навстречу Тамерлану. После смерти Тимура в 1405 году его держава стала распадаться. Снова разгорелись усобицы и в Золотой Орде. В течение 15 века Золотая Орда разделилась на отдельные ханства. Образование новых государств на юго-восточных рубежах Руси. В конце 14-го – начале 15 века от Орды отделилась огромная территория к востоку от Волги, заселенная кочевыми тюркскими племенами. Она получила название Ногайской Орды. Ее столицей стал город сарайчик в низовехе реки Яик, ныне Урал. В 1436-1437 годах хан Золотой Орды Улу-Мухаммед был изгнан своими противниками. С верными воинами он ушел в Волжско-Камское Междуречье, на территорию бывшей Волжской Булгарии. Здесь Улу-Мухаммед в 1438 году основал собственное государство. Столицей его стал город Казань, и ханство получило название Казанского. К середине 15 века из состава Золотой Орды выделилось Крымское ханство. Оно включало в себя не только территорию Крымского полуострова, но и земли в низовьях Днепра. В 1453 году под ударами турок-османов пал Константинополь. На месте Византии появилась воинственная Османская империя. В 1475 году турецкие войска вторглись в Крым. Они уничтожили все генуэзские колонии, а их жителей перебили или увели в рабство. Крымские ханы признавали свою зависимость от османского султана. В 1478 году ханом в Крыму окончательно стал Менглигирей, который сумел укрепить свое ханство. Остатки Золотой Орды, расположенные в степном между речья Днепра и Волги, называли Большой Ордой. Ее столицей был город Новый Сарай, расположенный вблизи современного Волгограда. Ханы Большой Орды продолжали считать себя наследниками власти золотоордынских ханов. Однако с этим были не согласны правители других ханств. В 1502 году крымский хан Менглигирей в союзе с московскими войсками окончательно разгромил Большую Орду. На части ее территории укрепилось Астраханское ханство. Оно выделилось еще в период существования Большой Орды. Это ханство включало в себя степные районы правобережья Нижнего Поволжья. Столицей нового государства стал город Хаджи Тархан, Астрахань, на правом берегу Волги. В конце XVI века на огромных просторах за Уральскими горами возникло ханство, которое по имени его столицы Сибирь стало называться Сибирским. На Северном Кавказе также складываются свои государственные образования. Наиболее сильными из них были Кабарда, Тарковское шамхальство, Аварское ханство и другие. Состав населения. На территориях новых государств проживали различные народы. Казанское ханство населяли в основном потомки древних булгар. Здесь же селились и выходцы из Золотой Орды. В подданстве Казанского хана находились и соседние народы – Мордва, Чуваши, Марийцы, Удмурты. Жители Казанского ханства называли себя булгарами или бессермянами, мусульманами. При этом русские называли их татарами, как, впрочем, и всех жителей бывшей Золотой Орды. Сибирское ханство населяли тюркоязычные племена, известные под собирательным именем сибирских татар. Сибирские ханы распространили свое влияние и на территорию, заселенную другими народами – хантами, манси, зауральскими башкирами. Ханы обложили эти народы ясаком – ежегодной данью, которая выплачивалась главным образом пушниной, а также заставили их поставлять воинов в свое войско. Занятие населения. Главным занятием населения Казанского ханства было земледелие. В степных районах сохранялось полукочевое скотоводство. Большую роль в жизни государства играла транзитная торговля. Казанские купцы торговали с Русью, другими странами Европы, а также с государствами Ближнего и Среднего Востока. Значительное развитие получило ремесло – кожевенное, ювелирное, кузнечное, гончарное. Но городская жизнь по сравнению с булгарским временем развивалась слабо. В Казанском ханстве было всего два города – Казань и Арск, а также несколько крепостей. Большую роль в жизни ханства играло мусульманское духовенство, владевшее обширными землями. Казань была самым значительным центром ислама в Поволжье. В Казанском ханстве существовало рабство, а так как ислам запрещал делать рабами мусульман, то в рабов обращали русских пленников, захваченных в результате набегов. Рабов поставляли и на невольничьи рынки многих стран Азии. Основным занятием населения Астраханского ханства было кочевое скотоводство. Его жители занимались также ремеслом и торговлей. Владея территорией у дельты Волги, Астраханское ханство контролировало торговлю Руси, Казанского ханства с государствами Средней Азии, Закавказья, Ираном и другими. Как и в других государствах, появившихся в результате распада Золотой Орды, здесь существовали рабство и работорговля, Сибирские татары занимались скотоводством, земледелием, гончарным и скорняжным ремеслом, выделыванием меха, придением, ткачеством, плавкой и обработкой металлов. В северной части сибирского ханства большую роль в жизни населения играли охота, рыболовство, а также оленеводство. Ханство имело торговые связи со Средней Азией, Русью, Ногайской Ордой, Казанским ханством, Монголией, Западным Китаем. Из сибирского ханства вывозились меха, кожи, рыба, бивни мамонта, шерсть и другие товары. Государственные устои в сибирском ханстве переплетались с пережитками родовых отношений. Во главе государства стоял хан, избиравшийся татарской знатью. Государственное устройство носило полувоенный характер. Ханство делилось на сотни, волости во главе с князьками, мурзами. Опорными пунктами ханской власти являлись укрепленные городки. Официальной религией государства был ислам. Столица Ногайской Орды, Сарайчик, была крупным центром торговли. На рынке Москвы и Казани нагайцы ежегодно поставляли десятки тысяч лошадей и овец. Взаимоотношения новых государств с Русью. Отношения новых ханств с северо-восточной Русью строились по-разному. Периоды военных действий сменялись временами мирной торговли. Набеги ханов чередовались с заключением различных союзов. Во время московской усобицы к хану Улу-Мухаммеду ездили оба претендента на московский престол. Василий II Васильевич и Юрий Дмитриевич. Они почти год пробыли в Орде, пытаясь подкупом и интригами склонить хана на свою сторону. В конце концов Улу-Мухаммед отдал ярлык на великое княжение Василию II. Когда Улу-Мухаммед стал казанским ханом, он решил восстановить свое господство над Русью и заставить московского князя платить дань по-прежнему ему, а не хану Большой Орды. С этой целью он весной 1439 года предпринял поход, захватил Нижний Новгород и дошел до Москвы. Но взять Кремль не смог. В 1444-1445 годах Улу-Мухаммед предпринял второй поход на Русь. В окрестностях Суздаля у Спаса Ефимеева монастыря 7 июля 1445 года произошло решающее сражение между московскими и казанскими полками. Войско во главе с великим князем Василием II было разбито, а сам он попал в плен. Улу-Мухаммед согласился отпустить князя за огромный выкуп. В русские города были назначены казанские чиновники для сбора налогов. Деньги, ежегодно поступавшие из Москвы, казанский хан употребил на восстановление международных торговых связей, которыми когда-то так славилась Волжская Булгария. Казань быстро превратилась в крупнейший торговый центр Восточной Европы. Сюда стекались товары и съезжались купцы со всего Поволжья, а также из Средней Азии, Сибири, Закавказья. Период с 1446 по 1466 год был временем укрепления торговых связей между Москвой и Казанью. В 1452 году один из сыновей хана Улу-Мухаммеда Касим, поссоривший со своим старшим братом, захватившим власть в Казани, перешел на службу к Василию Темному. Московский князь отдал ему в удел городок, расположенный на левом берегу Айки, который стал с тех пор называться Касимовым. Здесь образовалось зависимое от Москвы Касимовское ханство. Правители Большой Орды считали себя наследниками золотоордынских ханов и стремились восстановить прежнюю зависимость Руси. Чтобы добиться этой цели, они заключили союз с Великим Княжеством Литовским. Совместное противостояние Большой Орде и Великому Княжеству Литовскому на время сблизило Московское княжество и Крымское ханство. Они заключили союз и помогали друг другу. Однако вскоре после уничтожения Большой Орды начались набеги крымцев на русские земли. Подведем итоги. Распад Золотой Орды привел к образованию на юго-восточных границах русского государства ряда самостоятельных ханств. Порой они проводили враждебную политику в отношении Руси, но в то же время устанавливали с ней торговые и иные связи.